Здравствуйте! Совсем скоро начнется активный летный сезон. В авиации общего назначения потихоньку начинаются разные интересные события, и наша команда снова работает для вас. Спонсор нашего выпуска – компания «Эрвин», которая уже четвертый год вносит весомый вклад в поддержку нашего проекта и уже 12 лет продает отличный авиационный бензин Б-91-115. Летайте безопасно! В студии Александр Швыткин. Директора нашего вызвали ФСБ, и как это построили его, и принесли извинения, как это обычно происходит. В гостях – в Кудиново. Начало авиационного сезона – Масленица и день рождения Дмитрия Шаповалова. Начали на рынке искать что-то подобное российского производства, не смогли ничего найти. Иностранного производства все очень стоит дорого, довольны. Новые технологии. В Кемерово, в компании «Хелли Вейл» освоили производство крюков для перевозки грузов на внешней подвеске. Самолет АКМ-5 ищет хозяина. Характер игривый, но послушный и ласковый. Отдадим только в хорошие руки. Этот выпуск «Флайт ТВ» немного особенный. Особенный в том плане, что его могло бы и не быть, как и всех остальных выпусков «Флайт ТВ», если бы не поддержка и реакция пользователей форума «Реа.ру». Поэтому от имени команды «Флайт ТВ» огромное спасибо всему форуму в целом и всем поддержавшим нас добрым словом и не только, в частности. Мы приглашаем вас зайти на «Реа.ру» и присоединиться к обсуждению, нужно ли вам авиационное телевидение, и если да, то каким вы хотели бы его видеть. «Флайт ТВ» — народная программа, и нам важно мнение наших зрителей. Новости авиации. Год назад, 18 апреля, погиб Михаил Фарих, популяризатор малой авиации, один из видных активистов российской авиации общего назначения, потомственный авиатор. Внук знаменитого полярного летчика Фабио Фариха, он пришел в авиацию только в 49 лет, но очень много сделал за 8 лет своей авиационной активности. Летал на вертолете по России вплоть до Сахалина, на Северный полюс, вокруг света. Пропагандировал авиацию во многих авиационных слетах, участвовал в спасении людей как волонтер-спасатель и занимался авиационной деятельностью, вспоминать которую можно весь выпуск. Экспедиция АО «По Россия» долетела до острова Белый и установила памятную табличку на ранее привезенный с материка мемориальный крест. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект Минтранса о внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части регулирования деятельности авиации общего назначения. Предполагаемый ФАП направлен на использование воздушных судов ООН вместимостью до четырёх пассажирских мест в качестве аэротакси и на развитие авиационного туризма. Любой авиатор и неравнодушный человек может участвовать в обсуждении проекта и отправить в Минтранс свои замечания и предложения до 21 апреля. 17 апреля с аэродрома Конакова на вертолёте Белл-407 стартовал кругосветный перелёт World Around 2017. На сегодняшний день совершено 13 удачных попыток вертолётных кругосветок. 14-ю попытку покорить эту высоту предпримут россияне Максим и Наталья Сотниковы, Михаил Мовшин и поляк Марчин Шамборский. К перелёту команда готовилась почти два года. Пилоты планируют преодолеть более 38 тысяч километров в западном направлении за 50 дней через воздушное пространство 14 государств и вернуться в Конаково в начале июня. Следить за перелётом можно на официальной странице в Фейсбуке. В России немало мест, куда только на амфибии и можно долететь. Самолётостроительная компания «Чайка». Мы производим амфибии уже 17 лет. Подмосковные авиаторы привыкли, что уже несколько лет подряд авиационные слёты начинаются с праздников Кудинова. Не пропустили его и мы, отправившись туда уже пятую весну подряд. Всё было традиционно и приятно. Много новых и знакомых лиц, полные столы угощений и забавы для гостей. С погодой в тот субботний день повезло. В Кудинова прилетело более десятка бортов и ещё под сотню гостей приехали на автомобилях по земле. Из-за ночных заморозков гостям пришлось рулить и ходить по заледеневшему перрону, но это было, пожалуй, единственной сложностью. Гости ели шашлыки, барбекю и запечённую картошку с салом под аккомпанемент замечательного балалайчника Дмитрия Калинина, проверяли свой вестибулярный аппарат на тренажёре и, конечно же, знакомились и общались. Знакомились и мы. В авиацию люди приходят самые разные самыми разными путями и всегда интересно узнавать истории новичков, что же побудило их подняться в небо. Например, у Ивана Жаднова цель стать пилотом изначально была абсолютно практической. Ну, на самом деле, всё благодаря нашим пробкам. Мы достаточно далеко за городный дом, в Завидовском заповеднике, и когда мы один раз доехали до туда за 14 часов, на следующий день мы купили вертолёт. Было это примерно так. Правда, покупка заняла там полтора года, потому что надо было отучиться и так далее. Но вот это был шаг в авиацию. Абсолютно утилитарный. А дальше, как это часто бывает, небо затянуло. Почти все выходные и отпуска Иван теперь проводит за штурвалом своего Робенсона, стал путешествовать на вертолёте по Европе и даже слетал в Китай, оказавшись первым частным пилотом, который пересёк китайскую границу в обе стороны на личном вертолёте. Вопреки распространённому мнению, частный пилот при желании может летать не только для себя, но стать коммерческим или линейным и превратить полёты из хобби в работу с неплохим доходом. По этому пути прошёл обычный офисный менеджер Борис Талевич. Пять лет назад, когда мне был 31 год, исполнился, жена мне подарила подарочный сертификат на покатушке. Я полетал на Як-18 в Подмосковье, инструктор дал мне в полёте поуправлять самолётом и сказал, что при желании можно учиться. Летать по выходным в качестве хобби и в отпуск с семьёй на море или в другие регионы. Этого достаточно для подавляющего большинства частных пилотов. Купить подержанный самолёт в хорошем состоянии можно по цене от 1-1,5 млн. рублей или вовсе арендовать его в аэроклубе. А если тянет летать всё больше и больше, можно пойти учиться дальше. Примерно через год я понял, что в офисе я находиться больше не могу. В течение недели я думал только о полётах, в выходные. Поэтому я бросил офисную работу и поехал в Америку. И в Америке получил свидетельство коммерческого пилота, инструментальный рейтинг и мультиэнжин на многодвигательные самолёты. Ну и решил сменить профессию кардинальную. Основная моя работа сейчас на частном джете «Гольфстрим-150» во Внуково. Но, кроме того, меня периодически привлекают к перегонам маленьких воздушных судов из Америки. Например, в прошлом году пять раз перелетел океан, перегнал 172-й «Цесн» для Ульяновского училища. Для получения коммерческой лицензии в США требуется примерно полгода времени, около 40 тысяч американских долларов на оплату обучения и примерно 1 тысяча долларов в месяц на проживание и питание. Подробнее историю Бориса можно прочитать в его статье «Как бросить офис и стать пилотом». Можно летать и не только пилотом. Среди гостей праздников Куденова мы познакомились с волонтером вертолетного отряда «Ангел» Алексеем Редько, который, не будучи частным пилотом, тем не менее оказывает большую помощь в поисках и спасении потерявшихся людей. Поиск людей как-то возник сам в собой, просто захотелось помогать людям. Один раз увидел объявление в каком-то журнале или на форуме, что требуется помочь в поисках. Это было давно, больше пяти лет назад. Тогда еще все поисковое движение только начинало зарождаться. Отряд «Ангел» возник после гибели в сентябре 2013 года частного пилота Маргариты Афанаскиной. Это пилоты-добровольцы, объединенные целью спасения с воздуха потерявшихся в природной среде людей. Отряд некоммерческий, полностью состоит из добровольцев и не берет денег за свою деятельность. При этом там наработан большой опыт максимально быстрого и эффективного поиска потерявшихся людей и организовано плотное взаимодействие со всеми спасательными службами России. Подробнее об «Ангелах» мы рассказывали в 23-м выпуске «Флайт ТВ». Но вернемся к Кудиново. В августе прошлого года на аэродроме произошло учебное минирование воздушных судов сотрудниками ФСБ, которые усмотрели на аэродроме нарушение закона о транспортной безопасности. «Мы не относимся к объекту транспортной инфраструктуры для самого начала. Мы им провели соответствующие разъяснения, которые им потребовались. То есть люди закон читать не умеют, пришлось им разъяснять с помощью АОПа, опять же, разъяснили, что тут они неправы. В своей манере они извинились. Я надеюсь, что больше таких инцидентов не будет». Подробнее эту историю можно прочитать в фейсбуке совладельцы аэродрома Дмитрия Шаповалова. После этого лжиминирования у них начались постоянные проверки прокуратуры, а директор Кудинова Алексей Бирюков был вынужден ходить по судам и заниматься другой непродуктивной работой. В итоге сотрудники ФСБ сняли свои претензии и извинились, а на аэродроме произошли изменения юридического характера. Из коммерческого общества он стал частной дачей. «Мой совет переводить все в частную собственность. Сейчас это дачный участок, по сути. И мы с партнером были вынуждены выкупать сами у себя, как у организации, эти участки земли. Теперь все эти строения, все сооружения, они принадлежат частным лицам. Это просто фактически дача. Это частная территория, на которую вход им запрещен. Это для начала. Во-вторых, нас не может проверять прокуратура. Частные лица не под надзорной прокуратурой». Несмотря на эти трудности, аэродром Кудинова по-прежнему открыт для всех хороших людей и продолжает развиваться. Например, там купили пожарную машину и сделали добровольную пожарную дружину для села Кудинова и окрестных дачников. Аэродром дружит со всеми соседями, даже с военной частью, представителей которой тоже пригласили на праздник. «Первый раз, но эмоций масса, впечатлений массу, как все это организовано. Организация на высшем уровне. Вот мы увидели, грубо говоря, самолетчиков, вертолетчиков». Закончился день открытых дверей традиционным фейерверком. Всем гостям все понравилось. Как говорится, будете пролетать или проезжать мимо, заглядывайте в гости. Евгений Максимов, Игнат Соловей, Флайт ТВ. На НПО «Аэроволга» запущено серийное производство новой «Амфибии Борей», на которой уже принято шесть зарубежных заказов и есть два места для российских покупателей. Импортозамещение шагает по стране. У авиационного оборудования, которое мы покупаем за валюту и за границы, появляется все больше аналогов российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле. Об очередном успешно освоенном производстве наш репортаж из Кемерово. В Кемерово на авиапредприятии «Хелли Вейл», о котором мы уже не раз рассказывали ранее, начали производство новой продукции – вертолетных крюков для крепления внешней подвески. Яков Колесник, активно летающий частный пилот, столкнулся с потребностью перевозки грузов и обнаружил, что такой, в общем-то, простой аксессуар можно купить только за рубежом. Идея возникла, мы начали на рынке искать что-то подобное российского производства, не смогли ничего найти. Иностранное производство все очень стоит дорого, довольно, и по времени очень дорогая доставка. Когда на «Хелли Вейле» посчитали стоимость производства крюка, получилось, что с использованием собственной современной технологической базы они могут изготавливать эти крюки в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. для производства взяли дюралюминий Т-16Т и провели все необходимые испытания. Сертификация на доп. оборудование не требуется. На случай нештатных ситуаций предусмотрен аварийный механический сброс. Замок рассчитывался по нормальную работу стандартную это 360 кг. Нагрузка разрывная 600 кг. Это для типов Робинсон 44, Робинсон 66. Если для еврокоптера, то нагрузка увеличивается будет в два раза. 460 кг это номинальная рабочая нагрузка. Фактически же с учетом перегрузок в крюк заложены вдвое большие запасы прочности. Установка крюка несложная. Любой пилот может самостоятельно смонтировать его за полчаса через вентиляционные отверстия в днище вертолета. Назначенный изготовителем ресурс 5 лет или 1500 часов. Перевозить можно любые грузы, которые укладываются в разрешенную массу. Квадроциклы, легкие снегоходы, бочки с топливом, стройматериалы. Преимущество наше первое это цена в три раза ниже, чем аналоги других компаний. Второе это у нас сроки поставки. У нас есть наличие, если необходимо срочно изготовить, за две недели мы это изготавливаем. И третье мы компанией работаем в белую, у нас все документы с НДС. Компания Хеливейл предлагает крюки для внешних грузов на любой вертолет с массой до двух тонн и максимальной массой груза до 600 килограммов. Устанавливаются за полчаса, не вносят изменений в типовую конструкцию. Спонсор нашего выпуска компания Эрвин с 2005 года поставляет на российский рынок авиационный бензин Б-91-115 производства польского завода ОБР. Высокое качество польского Б-91 подтверждено сотнями тысяч летных часов как на отечественных двигателях АШ-62 и модификациях М-14 так и на зарубежных Лайкоминг и Континентал. Выбирайте проверенное топливо. Авиационный бензин Б-91 для двигателей Лайкоминг качество проверенное временем. Эрвин вместе с вами на одной высоте. У многих пилотов автожир до сих пор вызывает удивление. И не вертолет, поскольку не может взлетать вертикально и зависать в воздухе. И не самолет, поскольку обходится без крыла. Возможно, у кого-то возникла мысль, что если автожиру не нужно крыло, то может быть ему не нужен уже и винт. Сегодня в нашей рубрике без комментариев уникальная видеосъемка подобного эксперимента. В итоге все закончилось благополучно, но все же прежде чем вносить изменения в типовую конструкцию или даже просто при выполнении регламентных работ, проверяйте себя и окружающих, что же именно вы делаете. А я с вами прощаюсь. Если вам понравился наш выпуск, поддержите наш проект в соцсетях. Чем больше лайков, просмотров и комментариев соберут наши выпуски, тем чаще мы будем радовать вас новыми видео. В студии был Александр Швыткин. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok